Повторное напоминание об изменении в лицензионном соглашении Activision, начало и завершение ряда тестирований игр, а также вхождение продуктов компании Blizzard в сотню лучших. Об этом и многом другом мы поговорим буквально через минуту, но в начале мне бы хотелось вспомнить про моего постоянного спонсора. В роли него последние полгода выступает коллектив под названием Тишина. Эта великолепная гильдия обитает на русскоязычном сервере Plamigor за фракцию Альянс. На текущий момент коллективу удается благополучно справляться со всем существующим контентом в мире Burning Crusade Classic, хотя справедливости ради стоит заметить, что и с контентом World of Warcraft Classic они справились без проблем. Тем не менее, в преддверии выхода контента шестого тира руководство гильдии озаботилось пополнеем своего состава. В частности, в коллектив активно разыскивают трех шаманов по одному от каждой специализации. Если вы как раз играете на этом сервере и как раз за этот класс, вы можете подать заявку по ссылке в описании. Впрочем, в тишине будут рады и другим классам. Главное, чтобы у вас было желание и возможность активно рейдить. Удачи! Как вы возможно вспомните, еще несколько месяцев назад всем пользователям игр Blizzard пришлось подписать новое лицензионное соглашение, которое подтверждает, что с 1 января 2022 года вы перестанете пользоваться продуктами Blizzard Entertainment и начнете пользоваться продуктами Activision Blizzard. По сути своей, таким образом, компания передает права на поддержку и дистрибуцию своих игр. На прошедшей неделе пользователям снова предоставили возможность его подписать. Однако, в отличие от прошлой версии, здесь от игроков требовалось только повторное согласие на новые условия. Кроме этого, в тексте соглашения пользователям напомнили, что учетные записи, персонажи, скриншоты и весь остальной контент не приобретается игроком, а сдается ему в аренду. Стоит заметить, что происходящее с Blizzard последние несколько месяцев было ожидаемо, ведь сексуальный скандал серьезно изменил политику компании. В любом случае, привычная нам метелица перестала существовать, как данность, и теперь нам предстоит играть в полноценные проекты Activision Blizzard. Хорошо это или нет, пока сказать тяжело. Весьма вероятно, что дать сценку происходящему мы сможем не раньше, чем через пару месяцев, а может быть и лет. Все-таки сейчас довольно тяжело утверждать, пойдет ли полноценная интеграция Blizzard в Activision на пользу или нет. В начале недели разработчики Activision Blizzard объявили о том, что закрытое бета-тестирование Diablo Immortal подошло к своему логическому заключению. Всего за два месяца теста в команде удалось обнаружить множество ошибок и недоработок, что в свою очередь позволит им наверстать упущенное и устранить их к запуску проекта. Весьма вероятно, что в самое ближайшее время разработчики публикуют дополнительную информацию по данному вопросу и даже поделятся подробностями о ходе теста. Тем не менее, пока что все ограничивается сообщением с благодарностью и информированием игроков о том, что тест благополучно завершен. Кстати, сегодня жители Китая смогут посмотреть прямую трансляцию с одним из создателей Diablo Immortal. Речь идет про Вьяд Ченга, который ответственен за развитие данной игры. Стоит заметить, что изначально тестирование данного проекта проходило исключительно в Канаде и Австралии. Несколько позже разработчики добавили в перечень ряд азиатских стран, в том числе и Китай. Примечательно, что это уже второе закрытое бета-тестирование, которое проводит Activision. И до сих пор ни одно из них не проводилось в европейском регионе. Планирует ли компания исправить это упущение или нет, пока что не ясно. С другой стороны, учитывая, что изначально продукт был направлен на азиатский рынок, такой подход не кажется странным и удивительным. В любом случае, будем ждать порции новостей в ближайшие пару дней. А также будем надеяться, что в этом квартале все-таки появится информация про точную дату выхода игры. Если вдруг забыли, напомню, релиз Diablo Immortal назначен на этот год. Активижн вновь отреагировала на забастовку в Raven Software, которая началась еще в декабре после того, как около дюжины сотрудников из команды контроля качества узнали о том, что их временные контракты не будут продлены. То есть фактически выяснили, что лишатся работы прямо перед Новым Годом. Как сообщает Games Industry, руководство студии разработчиков Call of Duty Warzone якобы связалось со своими сотрудниками, чтобы выслушать их доводы и просьбы, но дало понять, что уволенные работники все же вряд ли будут восстановлены на работе. Судя по заявлению, Активижн по-прежнему придерживается своего первоначального решения, особо подчеркивая перевод сотрудников на полную ставку и псевдовыходное пособие, предлагаемое уволенным сотрудникам, и игнорирует требования бастующих о их восстановлении. Хотя непродление временных контрактов все же немного иное, чем увольнение или сокращение, ситуация лишь подчеркивает непростой и эксплуататорский характер работы по таким контрактам. Временная контрактная работа нужна для того, чтобы число таких сотрудников можно было увеличивать или уменьшать по мере необходимости, в зависимости от объемов и темпов работы. Но индустрия, к сожалению, известна тем, что используют таких работников в своих интересах, ведь работа никогда не прекращается, и ее не становится меньше. Этих временных сотрудников обычно оставляют на годы после первого найма, платят меньше и ущемляют в бонусах и карьерных возможностях, но используют ничуть не меньше, чем их штатных коллег. По словам работников Raven Software, эта новость была воспринята как бессердечное пренебрежение к людям, которые были ценными членами команды, на что около 60 сотрудников Raven и некоторых других студий Activision Blizzard ответило продолжительной забастовкой, начавшейся 3 декабря. Три дня спустя Activision Publishing признал забастовку в своем первом заявлении по этому поводу, сообщив, что около 500 временных работников будут переведены в число штатных сотрудников, однако 20 других контрактов не будут продлены. С учетом того, что эти два утверждения буквально одинаковы, маловероятно, что Activision восстановит сотрудников. И хотя верно, что потеря 20 человек в пользу примерно 500 может считаться победой, это слабое утешение для тех, кто лишился источника дохода и стабильности. Тем временем, работа над контролем качества Warzone, похоже, была передана другой группе тестировщиков из Activision. В конце января этого года знаменитый бренд Bicycle выпустит наборы игральных карт в стиле World of Warcraft, созданные официально по лицензии от Activision Blizzard. Изначально игроки смогут заполучить в свою коллекцию два набора, посвященных классическому Warcraft и Burning Crusade. Несколько же позже в продажу поступят и версии с более поздними дополнениями. Сроки их выпуска, правда, пока не уточняются. Тем не менее, стоит заметить, что карты из каждого набора оформлены в духе игры и изображают знаковых персонажей вроде Рагнароса, Тралы, Сильваны, Иллидана, Ктуна, Вариана и многих других. На рубашке же нарисован логотип World of Warcraft, а также известный легендарный предмет, связанный с набором периода игры, Сульфурас или Клинки Азенота. Во всем остальном это обычные карты, которые можно использовать для игр и прочих развлечений. Примечательно, что это не первый случай, когда в продажу поступают карты, связанные с играми Activision. К примеру, несколько месяцев назад на рынок поступили карты Таро, выполненные в стиле World of Warcraft. Примечательно, что их автором является один из наших земляков, работающих в компании. Кстати, приобрести игральные карты можно по цене в 14 долларов за упаковку или 25 за две пары. Если захотите купить, имейте ввиду, что предзаказ уже открыт. И да, ваш покорный слуга их уже оформил. Не знаю, зачем они мне, ведь играть в карты мне не с кем, но такой товар меня хотя бы заинтересовал. Как вы, наверное, знаете, еще в декабре ушедшего года разработчики запустили тестовые сервера с версии 2.5.3 для Burning Crusade Classic. Целью этих игровых миров стало тестирование двух новых рейдов, которые должны вскоре появиться на игровых мирах. Речь идет про Черный Храм и Хиджал. Тем не менее, из-за ряда ошибок, которые выбрасывали пользователи с серверов, а также автоматически закрывали игровой клиент, его пришлось приостановить. Разработчики планировали вернуть тест ближе к Новому году, но, по всей видимости, ошибки оказались несколько серьезнее, чем предполагалось ранее. Так или иначе, но стоит заметить, что с ними удалось благополучно справиться, поэтому Activision сообщила о повторном запуске тестирования. Прямо сейчас вы можете заглянуть на тестовые миры и оценить упомянутый ранний игровой контент. Кстати, это не единственное, что они сделали. Вместе с запуском серверов они перешли к решению другой, не менее важной проблемы. Оказалось, что в будущем обновлении есть неполадка с отображаемыми ценами для покупки предметов за арену. Некорректная стоимость не позволит пользователям своевременно обзавестись предметами третьего арена сезона, а поэтому разработчики занялись исправлением данной ошибки. Следить за успехом работы в этом направлении можно на уже упомянутом тестовом сервере. Кстати, команда Activision отметила, что у них сейчас нет точной даты закрытия тестовых миров, но, скорее всего, это произойдет не в ближайшее время. К слову, если вы уже были в каком-нибудь из упомянутых рейдов шестого тира, обязательно поделитесь впечатлениями про сложность в комментариях. Будет очень интересно узнать из первых уст. Есть у компании Activision одно слабое место. Когда речь заходит за маркетинг, они крайне редко рассылают подарки блогерам или различным СМИ. Не знаю, с чем это связано. Возможно, они считают, что это бессмысленный расход бюджета, а возможно, инвестиции идут в другие способы продвижения. Так или иначе, но несколько дней назад произошел беспрецедентный инцидент. Ничего подобного не было уже довольно давно. Дело в том, что разработчики Hearthstone разослали множество контент-мейкеров по этой игре, памятные кружки, привязанные к выходу дополнения, разделенные алтериком. Ситуация на самом деле действительно очень необычная. Ведь при выходе Diablo Resurrected компания рассылала рекламные наборы в некоторые СМИ. Здесь же идет речь про бонусы для контент-мейкеров, которые и так создают ролики, а также проводят прямые трансляции по продуктам компании. Чтобы вы понимали, подобная ситуация является первой за всю историю. Ранее разработчики никогда не баловали своих контент-мейкеров. Стоит заметить, что удивляет и причина. Разделенные алтериком являются стандартным дополнением к Hearthstone, которых каждый год выходит довольно много, и нельзя называть это каким-то невероятно важным событием. Осмелюсь предположить, что это первые положительные сдвиги после полного объединения Blizzard Entertainment и Activision. Будем надеяться, что тенденция сохранится, и разработчик продолжит поддерживать свои медиа. В начале декабря, незадолго до выпуска тестирования 2.5.3, разработчики проинформировали пользователей по поводу предстоящего релиза рейдов. В выданной ими статье было довольно много данных про будущее контента, а также упоминания, что Черный Храм и Хиджал выйдут сразу в итоговой итерации, без предварительного запуска ранних версий. Часть сообщества, которое застало оригинальный Burning Crusade, заметила, что Activision в бородатые годы проводила ряд упрощений, а также частично меняла механики. В связи с этим у пользователей возникли вопросы насчет корректности такого нововведения. Все-таки значительная часть игроков меньше всего хочет повторения истории с упрощенными рейдами в World of Warcraft Classic. Поначалу разработчики отмалчивались, однако несколько дней назад появилось новое сообщение. В нем комьюнити-менеджер Агрент поделился информацией по поводу обновления. Оказалось, что ситуация довольно простая. После выхода рейдов 6-го тира в них не было значительных изменений. Разработчики провели тщательное изучение данных каждого обновления, начиная с 2.1 и до 2.4.3, а также изучили все описания обновлений для сообщества, после чего пришли к выводу, что в сложности до ослабления просто нет ничего существенного. Большинством изменений были исправления неполадок, и только у матушки Шахрас с Архимондом было хоть что-то, изменяющие реальные механики, да и то незначительно. Особенно если сравнивать между крупными механическими изменениями Т4 и Т5, которые можно было увидеть и тем более запомнить. В связи с этим было крайне важно создать две крупные версии, до ослаблений и после ослаблений для них. В случае же с Черным Храмом и Хиджалом такой необходимости однозначно нет. Однако комьюнити менеджер повторно отметил, что для плата Солнечного Колодца будет создано две версии, по аналогии с Крепостью Бурь и Змейным Святилищем. Вначале мы получим изначальный вариант сложности, и только ближе к концу дополнения рейд будет существенно упрощен. Под самый же конец видео считаю логичным и полезным поговорить про хорошие новости. Знаете, с ними у Activision Blizzard последние полгода серьезные проблемы. То у них дополнения провалятся, то игры на год вперед перенесут, то акции на треть подешевеют, то из компании уволят половину сотрудников, то очередным сексуальным скандалом накроют. Однако происходят в мире и хорошие вещи. К примеру, в конце уходящего года портал EGN традиционно опубликовал информацию про сотню лучших видеоигр, которые когда-либо были созданы человечеством. Список постоянно обновляется, и некоторые проекты из него исчезают, а некоторые наоборот включаются. Кроме этого он является своеобразным рейтингом, а поэтому все проекты расставлены в нем по культурной важности для игроков. Предполагалось, что из-за сексуального скандала, игры старого Blizzard потеряют место в рейтинге, но все обошлось. World of Warcraft занял заслуженную 47-ю строку. StarCraft оказался следом за ним на 48-й строке. В 49-е место ушло Diablo 2, а Overwatch расположился на 56-й строке. Правда, Warcraft 2 Tides of Darkness выбыл из этого списка. Ранее продукт находился на 97-й позиции. В любом случае, считаю, что это все-таки признание. Кстати, у меня недавно вышел ролик на втором канале, который целиком и полностью посвящен компании Blizzard от зарождения и до слияния в январе этого года с Activision. Если захотите посмотреть, ссылочка на канал будет в описании. Правда, учитывайте, что второй канал имеет общую тематику, и если вам такая не заходит, не подписывайтесь. На этом я заканчиваю свое видео. Если оно вам понравилось или было полезно, обязательно поставьте ему лайк, а также поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Кроме этого, не забывайте про подписку на этот канал, ведь она действительно сильно мотивирует меня к скорейшему выпуску нового контента, а вам позволяет своевременно получать оповещения о его выходе. Заранее спасибо за вашу активность и до очень скорой встречи!